Программа выходит в эфир при поддержке Ветского государственного университета. Вместе с сетью магазинов «Бумага». Огромный выбор книг на Октябрьском 88 и МОПРО-7. Детская познавательная программа «Открывашка». Открываем мир вместе! Доброе утро! С вами программа «Открывашка» на волне 101.0 FM. И сегодня у нас интересная тема – мода истиц современных подростков. Мы уже вступили с таким веселым настроением, немного посмеялись. Погода у нас, конечно, за окном, хоть и прохладная, но вполне себе гулябельная. Мы надеемся, что вы сегодня проведете хорошо день. И программа мне помогает вести Илья Бушмельев. Всем привет! Да, и у нас сегодня гость. Мы его называем просто Ваня. Я думаю, вам так тоже будет намного проще. Привет! Он у нас первый раз. И как раз, Ваня, расскажи нам сразу, что ты делаешь вообще? Ну, я занимаюсь современной каллиграфией и различными ее адаптациями на одежде. И вообще в целом, то есть я могу расписывать хоть стенку, хоть значок. Это здорово. На самом деле, почему вообще нашли Ваню? История началась с того, что у меня были кеды. И я, в принципе, обувь ношу по смыслу одни есть. Что надела, ты надела, так и прокатит. Маму это довольно достало, что они просто стоят. И поэтому она мне предложила вообще поискать, как их можно изменить. Изначально был у меня простой вариант облететь гуашью. Снять и сжечь. Это тоже был хороший вариант, но я просто хотела их окунуть черную гуашь и на этом забить. Но, к сожалению, такой вариант нас не устраивал, поэтому мы нашли Ваню. И он их очень хорошо, на самом деле, расписал. Да, это было сложно, на самом деле. Да, они были очень маленькие. Просто полукеды. Ты сказал, что ты расписываешь как стены, так и значки. Какая у тебя была, например, самая большая и самая маленькая работа? Моя самая большая работа вообще в целом... Это была не стена. Я эту стенку расписывал, по-моему, только один раз. Это было где-то этой зимой, когда меня пригласили расписывать стены в одном арт-пространстве. Но моя самая большая работа — это здоровенный холст, на котором, ну, не знаю, он, наверное, метр сорок, наверное, в высоту. Вот. И весь этот холст сплошь забит буквами. Если говорить о моей самой маленькой работе, то это твои кеды. Просто кеды мне очень жалко. Какой же размер? 35-36, примерно так. Ты пожалел человека сразу же, моментально? Илья, скажи мне, ты вообще рисуешь? Смотря как. Плохо или... Не-не-не, смотря вообще, да, в каком настроении. Если настроение есть и нечего делать, я могу там подчеркать, порисовать и тому подобное. На полях в тетрадке. Не-не-не-не. Ну, это тоже часть искусства. Да. Ну, на самом деле, что могу сказать я? Я раньше ходила в художественную школу. К сожалению, это мне вообще не помогло. Ну, в художке, знаешь, совершенно не та атмосфера, мне кажется. На самом деле, всё начиналось с того, что я пошла в какую-то художку, вот самую обычную, где учат, в принципе, убивать свою индивидуальность помаленьку. Потом мы пошли уже в другое место, я нашла это в галерее прогресса. Там вот мы, наконец-то, рисовали, как хотели, чем хотели и вообще. Чем рисуешь ты? Ну, по сути, всем. Это могут быть практически любые материалы, но в основном это каллиграфические кисти, каллиграфические линеры. Ну, это такая штука, чтобы рисовать красивую каллиграфию. Вещь, чтобы рисовать красивую каллиграфию. Надеюсь, все запомнили. Да, да. Легко запомнить. Вот. Ещё я пытался рисовать... У меня был момент, когда я рисовал просто пальцами, и это был отдельный проект, связанный с фотографией, и рисовал я на телефоне в одной программе. И сейчас я до сих пор этим занимаюсь, потому что мне понравилось очень. Это расслабляет, между прочим. Ну, да. А вообще, какие качества нужны, чтобы поддерживал ты это всё делал? Ну, не знаю. Это чисто погодные условия, мне кажется, потому что всё зависит от настроения и вдохновения. Хотя, на самом деле, вдохновение — это понятие очень абстрактное, и мне кажется, что это просто твое желание рисовать. И отсутствие вдохновения, ну, мне кажется, это просто отмазка того, что тебе просто лень. Вот. Думаю, вот на такой прекрасной ноте мы как раз можем объявить наши призы, и после этого... Задать вопрос. Да, задать вопрос. Надеюсь, что у Ильи он есть, потому что... Есть, есть. Да, прекрасно, хорошо. Объявляй по старой традиции приглашение. Так, приглашение на двоих на любой фильм «Исянский» на театр «Дружба». Приглашение на двоих в кота-кафе «Зоки». Приглашение на двоих в батутный клуб «Левел Ап» на Сорикова-14. Ещё раз хочу отметить, что многие путают его с другим батутным клубом. Это не этот клуб, который, в принципе, у нас довольно известен. Сегодня у нас есть несколько тем, что касается книг. Это первая — «Школьная программа и классика», а вторая — для самых маленьких. Ну, ещё я тут положила две книги от себя. «Школьная программа и классика». Жульверн — «Пятнадцатилетний капитан» 12+, Жульверн — «Двадцать тысяч лье под водой». Также «Удивительный волшебник страны Оз» — это 6+, «Честное слово» тоже 6+, «Белый пудель» 6+, и «Белый бим и чёрное ухо» тоже 6+. Для самых маленьких у нас есть книги «Дейзи Медауз», «Барсучонок Лотти» или «Потерянный сон» 0+, «Холли Вэб», «Молли, маленькая волшебница», «Кролик-невидимка» 6+, а также «Волшебный пони» или «Вперёд, метеор». Ну, и тут две книги «Двенадцать плюс» и «Шесть плюс». Это «Каролина в стране кошмаров» и «На морском берегу». Это из нашей любимой серии книг, энциклопедий, природа в деталях. Тогда, Илья, с вами второй вопрос. Какой самый известный дизайнер-модельер? Даю подсказку, что он родился в 1905 году, а умер в 1957. Телефон наш 211-101. Вопрос мы предварительно потом повторим, если вы не сможете на него ответить. Ну, и давайте продолжим беседу. Скажи мне, пожалуйста, как ты вообще начал рисовать и когда примерно? Если говорить так глобально, то рисовать я начал лет в семь. Это было совершенно случайно. Ну, началось совершенно случайно с того, что я смотрел программу про китайскую живопись. И меня почему-то так сильно впечатлило, что я решил взять в руки кисточку и тушь. Да, сейчас мы тогда ответим на вопрос. На звонок. На звонок. Илья, поднимай. Привет. Привет. Как тебя зовут? Меня зовут Аня, мне 9 лет. Анечка, пожалуйста, отодвинься от радио или немножко его приглуши, потому что отдаются помехи, да? Аня? Да. Хорошо, ладно. В общем, мы ждем ответ на вопрос. Это Кристиан Георг. Все верно. Аня, ты большая молодец. Ты нам часто звонишь. Ты уже определилась с тем, что ты хочешь выиграть? Да, я бы хотела энциклопедию природы в деталях. Ой, это прекрасный выбор. Большое спасибо, что ты нам позвонила. Мы ждем тебя еще. Надеемся, что ты хорошо проведешь этот день. Ну, и тогда продолжим. Как раз вот живопись еще раз какая, повтори, пожалуйста. Китайская и японская. И ты работаешь в каллиграфии, да? То есть вот в 7 лет тебе понравилось это почему-то. И твоя первая работа, это было примерно что? Ну, если говорить о том, чем я занимаюсь сейчас, то есть каллиграфией. Моей первой работой это были... Я не смогу назвать первую работу, но могу назвать одну из первых. Это сначала я просто рисовал в скетчбуке. Просто очень-очень-очень много рисовал буквы. Расписывал, как-то пытался совершенствовать свой стиль. Перерисовывал алфавиты различные, ну, такие самые популярные. И потом почему-то мне захотелось воплотить это на одежде. И вот моей первой работой была роспись в футболке. Вот. Правда, я сейчас не знаю, где она у меня где-то в доме валяется. Ну, вот скажи, пожалуйста, наверное, многие, когда представляют роспись футболки, ну, вот если смотреть на младших детей, то это, скорее всего, взять кисточку гуаши, намальзюкать и потом сказать, что это, возможно, будет держаться. Хотя при первой стирке это там вот просто всё поплывёт. По сути, так и есть, да. Скажи, пожалуйста, что вообще... Ну, проведи нам такой краткий инструктаж. Что вообще нужно делать, чтобы не поплыл рисунок? Ну, сначала тебе нужно сделать эскиз на бумаге, что ты хочешь вообще видеть, и продумать в голове какую-то композицию. Вот. Потом начинаешь карандашом, либо каким-нибудь другим малозаметным материалом делать наброски на самой футболке. Ну, и в итоге ты берёшь кисточку, берёшь текстильные краски. Они не смываются с футболок, потому что у них такое чудодейственное свойство, что они устойчивы к любой стирке. Ага. Илья просто въедается в ткань. Вот. Ну, да, въедается в ткань вообще. И начинаешь просто творить. Вот. Краткий инструктаж, берёшь, делаешь набросок, потом берёшь подходящие краски и начинаешь творить. Ага. А, Вань, а расскажи, вообще ты известен в круге дизайнеров, и, возможно, каких из российских дизайнеров ты знаешь? Ну, не знаю, в кировском комьюнити, возможно, меня знают. Вот. Потому что я вчера... Была такая ситуация, я выхожу выбрасывать мусор. Ну, как это обычно бывает, мы все это делаем, да. И ко мне подбегает чувак и спрашивает, ты значки продаёшь? Вот. И просто был такой момент, когда я занимался значками и выступал на арт-маркете в галерее прогресса. Вот. И, видимо, он меня там увидел. Запомнился ему так. Да, и значками не занимаюсь уже больше пяти месяцев, и я отвечаю, да, я делаю значки. Вот. То есть в каком-то смысле, возможно, меня знают в очень узких кругах. А если говорить о дизайнерах, которые меня вдохновляют, либо... Ну, я просто не слышал. Но самый известный, если говорить именно о русских, это, конечно, Гоша Рубчинский. Вот. Человек, который поднял нашу моду на новый уровень мировой. Затем человек, которым я вдохновляюсь, это Гоша Бондарев. Вот. Я вчера слушал его интервью, и мне очень нравилось. Переслушать его постоянно. Вот. Да, у нас тут свои небольшие комментарии пошли. На языке жестов. Да. Так бывает. Я бы хотела задать свой вопрос, точнее, не вопрос, а вам тему для рассуждения. Позвоните нам на телефон 211-101, скажите, любите ли вы рисовать. Если да, то что и в каком стиле, а также какие художники вам нравятся. Ну, и давайте тогда порассуждаем как раз о художниках-дизайнерах. Да. Илья, ты, вот что тебе нравится вообще в картинах, например, или в дизайне одежды? Какие есть, может, любимые авторы? Довольно трудный вопрос, потому что насчет картин мне нравится просто сама постановка картин. Вот не ходил ты с нами на выставке? В композиции. Ходил? Ходил я с тобой на выставке. Ладно, хорошо, продолжай. Вот это, в арт-галерию Прокресса. Ладно, ладно, ладно. Да, да, да. В общем, а, блин, по одежде, ну, довольно известные марки, фирмы одежды покупаю, но не стремлюсь, чтобы они были прям расписаны-расписаны и тому подобное. Ну, краткость сестра таланта, да. А как ты выбираешь себе одежду? Ну, я исхожу из такого минималистичного стиля, хотя сам люблю носить одежду, которую сам расписываю. Вот, ну, на мне есть час кеды, которые я сделал буквально совсем недавно. Go to hell, go to die? Нет, там написано «Punks not death». А, извиняюсь. Вот, я специально для школы это сделал. Вот, ну, если говорить именно о дизайнерской одежде, то, не знаю, из обуви мне нравится New Balance. Да, сейчас мы примем звонок. Привет, как тебя зовут? Меня зовут Самова Полина. Полина, сколько тебе лет? 11 тысяч. Расскажи мне тогда, пожалуйста, кто ты, ну, любишь ли ты рисовать, в каком стиле, и кто вообще твой любимый художник? Я хочу в художественную школу. Ну, врагу не пожелаешь. Скажи, пожалуйста, сколько ты туда ходишь? Второй год. О, боже, уже второй год. У нас точно русском взорное запрещено. Нет. А, да что ли я? Скажи, пожалуйста, что тебе вот особенно нравится рисовать? Полина? Ну, улицы какие-нибудь. Улицы? Ну, и животных. Улицы и животных, это хорошо. У тебя есть любимые художники? Сураб цели ты. Ага. Кажется, я поняла, про кого ты говоришь. Это очень здорово. Полина, спасибо большое, что поделилась с нами вообще тем, что тебе нравится. Ты уже выбрала, что ты хочешь видеть у себя, например, на полке или куда хочешь пойти? Можно батутный парк. Батутный парк, хорошо. Я отдаю тебе это приглашение. Спасибо большое, что позвонила. Мы ждем тебя в следующее воскресенье. Напоминаю еще раз, что телефон наш 10-11-101. И давайте я сразу представлю человека, который у нас немножко проштрафился и пришел намного позже. Федор Рычков. Всем доброе утро. Я опоздал, потому что... Да, я каюсь. Я сел на троллейбус, и он уехал не на театралку, а на филейку. Такое бывает у нас, мегаполис. Тут еще одна большая проблема. У нас театралку, в принципе, оккупировали. Проехать сюда практически невозможно. Федя, ты уже знаком с Ваней? Ну да, я посмотрел его работы. И как тебе? Мы уже вечером подзванивались. Мне достаточно понравилось. Еще я посмотрел твои истории. Я... О, нет. Давайте начнем с другого, Федя. Мне был сделан вечером звонок, или сообщение написали сначала. Давайте историю начнем с того, что мне написали... Сначала мне отправили скрин твоей страницы в Workplace. И я подумал, что это ты с розными волосами стоишь в своей одежде. Если бы, да. Вот, да. И у нас был очень странный диалог. Потом я все же нашел ее. Там были проблемы. Соня мне не могла отправить ссылку. Я с первого раза. Прости. Прости меня. И, ну, в принципе, мне достаточно понравилось. Я... Не знаю. Я достаточно положительно отношусь вообще к творчеству. И... Это круто. Я посмотрел видеоролик на ютубе, который рисовал картины. Это было в Аполло, по-моему. Еще где-то. Ну, в принципе, мне понравилось. Ну, я вообще помню... Я тоже знаком с директором галереи прогресса лично. Это круто. Да, у нас тут компания, которая, в принципе, знает этих людей. А я, в принципе, знаю, поскольку Федю довольно давно, я помню его увлечение граффити на стенах. Бэнкси? Просто потому что не помню. Ну, не совсем. Ну, да. Вот расскажи, кстати, не совсем. Ну, мы с моим товарищем, не имея ни единого опыта, рисовали просто в заброшенных зданиях. Просто граффити там, не знаю. Я рисовал Рико и Морти. О, да. Он рисовал еще что-то. Я помню. Ну, это как-то быстро закончилось. Знаешь, у меня была идея в одном заброшенном здании устроить свою выставку, просто развесить свои работы в рамках. Ну, какой. И там просто было, знаешь, достаточно чисто. Вот. И мне пришла идея, почему бы нет. В итоге я этого не сделал, потому что мне было страшно. А где это здание находится? Так. Я не ориентируюсь в Кирове, брат. Сейчас нас еще... Это прикроет нашу лавочку. Насчет вопросов ориентации по Кирову. А как ты ориентируешься по городу, по улицам или по зданиям? Чисто интуитивно. Чисто интуитивно. Потому что я улицы не записываю, ага. Нет, я улицы тоже вообще не знаю. Но знаю, какие-нибудь главные здания. Я просто из центра нашего не выбираюсь практически. Я интуитивно сейчас от филейки бежал сюда. Как вы? Я примерно так же, как и вы все. Потому что из улиц я знаю только свою. И как дойти сюда. И до школы, может быть. Ладно, там тоже честно, как дойти, как почувствуешь. Мы немножко оторвались от нашей изначальной темы. Хотели вообще поговорить о стилях. И как тут у меня написано. И о моде современных подростков. Мы уже задали тут вопрос про одежду. Федя, давай ты тоже немножко расскажешь. Какая тебе нравится? И как ты вообще ее выбираешь? Ну, я люблю... Во-первых, я меломан. Поэтому я одеваюсь по-разному. Мне нравится это заявление. Во-первых, я меломан. Я люблю и классическую одежду. И, можно сказать, стрит-вир какой-нибудь. И кежуал. И спортивную тоже. Я... В разные дни я одеваюсь совершенно по-разному. Поэтому, допустим, я могу... Ну, допустим, в пятницу я ходил в школу в костюме. Вчера я пошел там, ну, в спортивных штанах, там, в футболке спортивном, в трениках. Потому что, ну, у нас это разрешено. Да, кстати, давайте немножко поговорим о школе. Вообще школа занимает большую часть нашей жизни. И отбирает у нас почти все время. О, да. Да. Поскольку люди тут все тем... Ну, более-менее творческие. Расскажите, пожалуйста, нет ли у вас претензий к вам вообще с одеждой. И вот просто к творчеству вашему. Потому что на школе есть небольшая проблема. У нас строгая довольно форма. То есть ты не можешь надеть нормально даже толстовку, если у тебя холодно. Обязательно должен быть деловой костюм. И рисование, даже если у тебя там свой блокнот, и ты на перемене это делаешь запрещено. Там нужно учиться. Давайте немножечко вообще расскажем. Илья начнет. Ну, как бы, у нас было все разрешено. И разрешено по сей день? Да. Но нет, я сейчас ушел в МФЮА учиться. А, да. И там ничего не изменилось. Хорошо, Федя. Ну, я учусь в Кэпле. У нас разрешена любая форма. Я раньше учился в другой школе, и там, да, там нужно было ходить в костюмах. У нас, я, в принципе, замечал, как некоторые дети ходят в майках и в шортах в школу. Но это в основном старшики. Нет, у нас, конечно, были такие моменты, что мой одноклассник пришел в шортах и был очень доволен собой. Но он долго в школе, к сожалению, не задержался. И он из второго урока. Ваня? Ну, у меня не все так тоталитарно, как в твоей школе. Ну, я учусь в православной гимназии. Сюрприз. И у меня достаточно строгое требование относительно формы. Но я стараюсь их избегать. Я, когда захожу в школу, я сразу, знаешь, так как нельзя, жду ловушек там. Где стоит учитель, чтобы его войти. Существует учитель, да. Вот. Ну, я не знаю. Я просто... Мне в целом нравится носить брюки и рубашку. Ну, на мне, по мне, наверное, видно. Да. А что это за такой красивенький значочек? Это не... А, это подвеска. Это с моей любимой рок-группой. Ты почти угадал, Илья. Почти угадала. У меня была дилемма. Надеюсь, я не знаю, значок с предыкалой или вот эту подвеску. Ну, в общем, и, по сути, у нас достаточно строгая форма, и она выглядит, ну, по-моему, нелепо. Я, да, была система в том, что... Ну, вообще, штука в том, что я пыталась посмотреть формы всех школ. О Кэпле я не заикаюсь, потому что я туда часто хожу к людям пообщаться. Смотрела как раз форму православной гимназии. О, нет. Да, просто потому что мне было интересно, когда я впервые увидела, в принципе, тебя и нескольких людей из православной гимназии, которых я знаю. Дело в том, что у меня есть оттуда, друзья, одна девочка, которая полностью соблюдает форму и считает, что ты просто прекрасная форма. Серьезно? И есть молодой человек, который пытается... Ну, ненавидит, откровенно говоря, это всё. Неважно. Так вот, посмотрела я форму, мои друзья немножко офигели от этого. Давайте мы тогда дадим сразу вам задание. Конкретно как бы ты, например, захотела изменить свою форму? Убрать жилетку. Убрать жилетку, хорошо. А что-нибудь ещё, например? Укоротить и заузить брюки в рамках разумного. В рамках разумного. Вот у нас работает просто кондиционер. В принципе, у нас через пару минут должна быть музыкальная пауза. Я не знаю, кто у нас выбирал песню. Пожалуйста. Я. Ты, скажи пару слов буквально о ней. Так, ну это будет Beatles. Классика жанра. Хорошо. Песню, которую многие учили в школе. И вот, наверное, через пару минут, как раз секунд, уходим на музыкальную паузу. Учили в школе? Я учила в школе. Мы нет. Мы молитвы учили. Да, это программа «Открывашка». Закончили мы на ноте о том, что вообще некоторые поют в школе. Нужно молиться? Да, некоторые учат молитвы. Классика. Да, и вот сейчас, наверное, как раз возьмём тему, которую нам очень вовремя подсказали, потому что... Потому что. Для подростков это важно. А как раз поговорим немножко о брендах, потому что у меня в школе делятся школьники вообще на две группы. Это А, Б класс, которые делают что-то наподобие только брендовая одежда. Остальное всё пусть катится к чертям. В классе ты учишься? Я Б. Я тот класс, который, знаешь, обычно стоит в конце в линейке и пытается не засмеяться, когда А и Б стоят так, словно они сейчас Оскаром и вручат. Вот. И группа людей, которые видят футболку, стоящую в секонд-хенде 55 рублей, говорят, что она им нравится и забирают себе. Давайте немножко как раз об этом поговорим. У нас уже было начало того, что мы говорили об одежде, которую выбирают люди. Или как у тебя вообще с этим? С брендами в школе и вообще в жизни? В школе Федя, наверное, знает, как всё было. Да. Почти все были only-ли в брендовых одеждах и тому подобное. Бетон, Гуччи, Балинсиэр. Для меня это просто слова, ты понимаешь, да? Ну, в общем, кроссовки за 50 тысяч где-то так. Дороже моей души. Хорошо. Федя. А насчёт МФЮА сейчас смотреть, то все одеваются как хотят. У нас, в общем, два человека, они вообще одеваются в спортивные костюмы, потому что они сразу же после... Ну, школы. Занятия. Да, в школы. После пар уходят на тренировки по ММА и просыпаются из спортзала и идут к нам опять. Жестко. Да, Федя. Я к одежде, к брендовой отношусь, ну, относительно. То есть у меня есть брендовая одежда, но не то, чтобы я прям считаю, что, допустим, там Zara, там Ancient Dem, что-нибудь из секонд-хенда, это прям отвратительно. Наоборот, если вещь хорошая, стоит не торговать, то это, наоборот, лучше, чем покупать вещь, там, за 50 тысяч рублей, которая прорвётся, там, через пару месяцев. У меня в школе очень много людей, которые ходят в Louis Vuitton, Balenciaga, Gucci. Самое главное, что в основном это младшие классы. О, нет. У меня в младшем классе не было телефона, ну, до четвёртого класса, хорошо. Так что... Вот. А я одеваюсь, ну, как мне хочется, совершенно просто. Ну, в основном я пытаюсь что-нибудь на скидках найти. И можно... Ну, самый любимый бренд, наверное, Ralf Lauren. Я привык заказывать Ralf Lauren из Америки с огромными скидками, больше 50%. Ваня, вот просто. У меня есть вещи Ralf Lauren. Ну, на самом деле, к бренду в одежде я отношусь очень даже положительно, но я не считаю бренд-показателем чего-то такого. Твоего духовного мира. Спасибо. Мы теперь будем всё время задевать тему просто духовности и высшего всего. Я сюда пришёл, это уже автоматически. Окей. Ну, так вот. У меня... Ну, мой гардероб состоит по большей части из брендовых вещей, но не потому, что я покупаю вещи из-за бренда, а именно из-за того, что они качественные и круто выглядят. Вот. То есть... Ну, и расписываю, соответственно, тоже в основном брендовую одежду, типа вот конверсы на мне. Очень приятно было работать. У меня была серия с конверсами. И потом... Ну, не знаю, это был, наверное, мой самый крутой опыт в росписи одежды, потому что это очень податливый материал к кастому. Вот. Ну, что я могу сказать? У меня дело в том, что, в принципе, у меня не особо колышет мнение людей, которые находятся рядом со мной, потому что им как-то... А вот сейчас обедно было. Илья, прости. В школе в большей части, потому что, в принципе, я там провожу весь день. Я прихожу туда в 11 и ухожу оттуда почти в 9. Ты учишься во вторую смену. Во вторую смену. Это вторая смена, ты понимаешь? Это жизнь. Да. Вот. Ну, и, в принципе, если это рубашка и чёрные брюки, то это, в принципе, подходит у нас. Поэтому всё хорошо. Из брендовой одежды у меня, наверное, только обувь. И то потому что мне её дарят в основном. И это тоже конверсы. И какие-нибудь кроссовки по типу Adidas. Вот и всё такое. Сейчас мне было немножко интересно в это всё послушать, потому что тут сидят представители... Разных коалиций. Разные постеси. Просто и все говорят что-то насчёт брендовой одежды. Я, потому что половину брендов, которые вы называли, честно, сидела по типу, пыталась найти. Да, в интернете ничего не получилось. Я хотел спросить у Вани. Я слышал, что Air Force 1, Nike, очень тоже податливая для кастома. О, да. Я знаю. Ну, вообще, самый банальный, наверное, это Джордан, наверное. Знаешь? Первый? Ну, Джордан ты, естественно, знаешь. Конечно, но мне из Nike недавно заказали роспись монархов. Вот, и я сейчас... И ты такой, не надо? Я не знаю. Ты, кстати, заметил, сейчас в монархе вообще почти все нужны. Да, я не понимаю, я серьёзно. Причём они зимние считаются и ходят летом. Да, летом плюс 30, что? Я не знаю, у меня есть несколько пар небалансов, которые тоже рассчитаны там на осенний период, на зимние тоже нашли. Это, думаю, сезон, да, обувь. Ну, да. Я купил себе наш 95-й Air Max на скидках и гонял в них год. Абсолютно везде, всегда. У меня тоже с этим брюками, типа. Ты понимаешь, я ходила весь свой лагерь в каких-то тапочках из детского мира. Ну, это красиво, наверное. Нет, это было действительно... Ещё в носках, наверное. В них было холодно. В них было холодно, потому что это были в прямом смысле тапочки. И я их носила везде. Тапочки тоже можно кастомизировать. Нет, просто был дождь, я была в тапочках. Было холодно, я была в этих тапочках, было жарко, я тоже была в тапочках. Это просто, господи. Тапочки — это универсальный вид, мне кажется. Ещё Air Monarchi, они какие-то слишком огромные. Да, ну, не знаю, у меня вот есть пара друзей, которые... Это как в Балентеяге, только... Только больше, да. Я померил Monarchi какие-то... Ну, вот, из Flyknit — это новый материал найковский. Ну, да, они недорогие, особенно если на скидках брать. Но они слишком огромные. Они, там, не знаю, сантиметров 30 даже больше в длину. У меня есть знакомый, который любит такие массивные кроссовки. Я тоже. О, да. Вот, ну, я предпочитаю просто типа конверсов и небаланс. Вот это мой идеальный баланс. Ну, я вообще, я за удобство в обуви. Мне не важно, сколько она стоит и как она выглядит. Главное, чтобы она была удобной. Ворме оборвался с ним. Хотелось бы повторить вопрос. Телефон H211-101. У нас до сих пор проходит тема рассуждения, кто ваш любимый художник, чем вы любите заниматься, может быть, как раз скульптурой или художеством, и рассказать об этом поподробнее. Давайте мы немного заденем тему искусства. Я бы очень хотел. Кстати, кстати, кстати. Знаешь, ведь носочные балансиаги. О, боже. Они хорошо расписываются. Закрывайте, закрываем тему все. Нет, они хорошо расписываются. Нет. Илья. Если хочешь, я буду стараться. Это тканевый. Илья. Все хорошо. Ваня, искусство. О, искусство. Искусство. Звонок. Я тебя убью когда-нибудь, простите. Звонок. Хорошо, звонок. Привет, представь себя, пожалуйста. Здравствуйте, я Ульяна. Ульяна, привет. Сколько тебе лет? Я 14. Хорошо. Расскажи, пожалуйста, чем ты вообще любишь заниматься? Отваги. Я очень люблю рисовать. И раньше я ходила к учителю, который меня научил этому всему. И сейчас я в свободное время рисую. Что ты любишь рисовать? Животных, особенно лошадей. Круто. Да. А у тебя есть какие-нибудь любимые художники? Может, это классики или наоборот? Я люблю Кандинского. Он рисует в стиле абстракционизм. И вот мне нравится думать над тем, что он там нарисовал. Да, на самом деле, интересная тема для рассуждения. Потом мы ещё вместе обсудим вообще искусство. Ты уже выбрала, что ты хочешь получить? Хочу книжку какую-нибудь. Хорошо, книжку. Ты хочешь что-нибудь, например, из школьной программы или есть Нила Геймана Каролина? Давайте не школьная программа. Ну вот как раз просто не школьная программа. У нас есть детские книги, если у тебя есть сестра, например, или кто-то из знакомых с младшими детьми. Ну и есть книжка, которую я, например, очень люблю, потому что Нила Геймана просто обожаю. Это как раз Каролина в стране кошмаров. Давайте её. Хорошо, я с удовольствием тебе её отдам. С болью сердца, но с удовольствием одновременно. Большое спасибо, что ты нам позвонила. Ждём тебя ещё следующее воскресенье. Ваня нам во время паузы музыкальной пытался всё время сказать, что он очень хочет поговорить об искусстве и вообще перед программой. Ваня, давай тогда ты начнёшь. Ну если говорить об искусстве у нас в Кирове, то она, безусловно, развита не на том уровне, на ком хотелось бы. Ну если говорить о мировом, то меня привлекает безумно русский авангард, то бишь Кандинский, тот самый, Малевич, Татлин и Ижи с ними. Потому что этот период является для меня самым значимым, наверное. Потому что это же был манифест. И мне очень хочется сказать тем людям, которые, возможно, не понимают современное искусство, допустим, тот же самый чёрный супрематический квадрат Малевича, что на самом деле к современному искусству, обычно, к любой картине, пишется огромный текст с объяснениями. И чтобы понимать современное искусство, тебе нужно изучать его как язык. И постоянно совершенствовать свои знания в этой сфере. Иначе ты просто не будешь его понимать. Я хочу сказать, что я, когда первый раз увидел Квадрат Малевича, я подумал, что это за бездарность, не знаю. Но потом я углубился немного в историю, как бы почитал, мне, в принципе, понравилось. Потому что я осознал, что хотел донести автор своей картины. На самом деле, если говорить именно о современном искусстве, то, как говорил Малевич, каждая форма есть мир. И, соответственно, из этого можно сказать, что любой объект, имеющий определённую смысловую нагрузку достойную, может являться искусством. Да, это отличное рассуждение. Спасибо. Да. Федя, тоже можешь рассказать нам немножко о любимых художниках? Продолжить. Не знаю. Я на самом деле достаточно мало картин помню. Хотя меня с детства родители таскали по куче выставок. Я постоянно бываю в галерее прогресса. Но если бы уж мы, допустим, говорили не так давно про Зураба Церетели, то мне очень понравились его картины. Ну да, у него интересная работа. Да, мы как раз нас всех затащили на эту выставку. Некоторых против воли, некоторых по собственному желанию. История была довольно интересная. Люди были тоже хорошие. Большинство из них я знала, потому что они со мной работали конкретно в галерее прогресса. И кто-то меня даже когда-то учил. Илья, что скажешь, например, любимых художников России или в принципе зарубежных, например? Мне не нравится... Ну, как бы, мне нравится не так, чтобы сами картины, которые написаны в реальном понимании и имеют материальную форму, а дизайн фотографий... Сама идея? Сама идея дизайна фотографий, которая вот в интернете обработка, добавление, перемещение разных объектов, не он вывез и к этому подобное. Ну, в этом, да, это... Ну, если именно... Photoshop. Ну, да. Я врываюсь в диалог ваш. Если говорить именно о зарубежных художниках, то мне, безусловно, нравится... Я недавно с головы увлёкся творчеством Жанна Мишеля Баски. Я был просто не так давно на выставке Лавитона в Москве. И там были его картины. Наряду с картинами Энди Уорхова, которые я тоже безмерно люблю. Вот, его там великолепная банка с томатным супом. Вот, мне, кстати, все дороги ведут в Рим, кажется, потому что и о Баске я узнал в галерее Прогресса во время арт-маркета. Да, хорошо, я задам вопрос нашим слушателям. Телефон 2111. Пожалуйста, расскажите, как вы выбираете одежду, какие стили одежды вы любите, может быть, кто из родителей вам покупает одежду, на каких основаниях они это делают, как одеваются вообще. Как вы одеваетесь или как ваши родственники. Что касается меня, я была, в принципе, в похожем положении, что и Федя. Меня тоже постоянно таскали по выставкам, ну, потому что наши семьи общаются. И у меня был такой же функтик у мамы с папой затащить ребенка куда угодно, только чтобы он посмотрел. Поэтому, наверное, больше всего я пошла скорее в папу, потому что мама очень любит классиков, очень любит реализм, может быть, что-то даже картина, связанная с религией. Я, поскольку к этому отношусь наподобие «пусть существует», меня не трогает. Любила то, что красиво смотрится, в принципе, когда была маленькая. Сейчас мне нравится Ван Гог, в принципе, потому что мне нравится, как он передает цвета и изображает город. И вообще Францию я люблю. Есть у кого-нибудь вообще вопросы к нашим гостям? Еще, может, какие-нибудь... Все посмотрели друг на друга. Приведи пример, что я могу задать. Приведи пример вообще. Ну, давайте тогда поговорим, например, еще... Можно о дизайне поговорить? Ну, давайте о дизайне конкретно. Раз Федя начал эту тему, Я в детстве мечтал стать архитектором. Собирал кучу всяких конструкторов, читал кучу книг. Потом что-то не сошлось. Мне кажется, это лень. С моим желанием. Но я увлекаюсь дизайном. Ну, мне, в принципе, нравится дизайн не только одежды, но еще и именно домов, не знаю, квартиры. Меня это увлекает. То есть я считаю, что это тоже отдельный вид искусства. Я вот сейчас таскаюсь по квартирам. Куча, стиль. Ну, в хорошем смысле, в хорошем смысле. У меня просто подруга, ей уже 18, она учится в художественном училище, и она занимается конкретно дизайном, и поэтому у нее... В принципе, дом выглядит, как будто бы ты попал в прошлый, позапрошлый век. Ну, в принципе, у меня тоже дом-музей. Но у нее конкретно комната выглядит совершенно по-другому. И у нас есть звонок, который Илья примет. Давай примешь. Хорошо, привет Федя. Привет. Здравствуйте. Как тебя зовут? Сколько тебе лет? Маша, 8 лет. Понятно. А ты рисуешь или увлекаешься чем-нибудь, связанным с творчеством? Нет. Или, может быть, ты была на каких-нибудь выставках или тому подобное? Нет. Тоже нет? А на какой вопрос ты хочешь ответить? Про одежду. Про одежду. Хорошо. Да. Мы слушаем твой ответ. Я люблю одеваться часто в штаны и в футболку. Или спорта, потому что так удобнее ходить. Да. А ты знаешь какие-нибудь бренды? Нет. Нет? Адидас, Найк. Круто. Я знаю столько же. Вот. Какой приз ты бы хотела получить? А можно перечислить? Хорошо. Давай так. Давай мы тебе сейчас передадим нашему редактору, и она тебе все объяснит. Хорошо. Спасибо за звонок. Вот. Окей. Хорошо. Мы приняли звонок. Вопрос все еще висит. Вы можете до сих пор звонить на него и отвечать. Времени у нас остается 7 минут. И я бы, наверное, хотела поговорить о том, что вот конкретно задели уже тему того, что очень-очень мало есть... Ну, вообще искусство в Кирове развито на уровне... Что-то знаешь. Вроде бы в учебниках даже написано. Есть какие-то 3-2 места, куда ходят люди. Они этим довольны. И, в принципе, никто... Ну, ничего это не волнуется. У нас все в порядке. Ну, на самом деле, мне кажется, что наше искусство, оно находится в таком, знаешь, андеграмде просто. И наших художников знает мало кто, но... Воснецов, вы. Все, это, мне кажется, всех знают. Просто вот если говорить конкретно... У нас недавно в гостях, когда мы говорили про Зуроба Цариталь, был Владимир Мун. И, то есть, кировский художник. Я в нем вообще не слышал, но, как мне сказали, он был на куче встреч с моим папой, и он меня и помнит, и видел меня. На самом деле, я его тоже знаю. Просто потому, что у нас была его выставка. На самом деле, Федор Рычков. Была у нас его выставка. И, то есть, казалось бы, кировский художник, он сказал, что у него была куча картин в Японии, в Италии, везде. Ну, я был тоже на выставке классической живописи, и среди них были картины моего прадедушки. И меня это очень-очень сильно вдохновило и побудило в дальнейшем совершенствовать свои навыки и познание в искусстве вообще. Ну, я вообще считаю, что разные художники, они в основном популярны в каких-то узких кругах, которые оценят их творчество. А давайте поговорим о музыке. Давайте поговорим о музыке. Ваня? Ну, я слушаю, возможно... Ну, я слушаю рок. Тяжелую музыку, на самом деле. Началось «я слушаю, возможно», а потом закончилось «я слушаю рок». Я слушаю рок, да. Я просто хотел сказать, что, возможно, мало кто слушает подобные из тех, кто нас слушает. Ну, а надо какие-нибудь группы любимые свои песни? Так, принеслась. Мерлин Мэнсон, Рамштайн, Нирвана, Rolling Stones, Beatles. Просто прекрасно. Просто у меня папа в группе играл очень долгое время, и поэтому непосредственно... Федя, что ты мне рассказываешь, да, просто... Непосредственно я, когда к нему приезжаю в гости, меня обычно тащат сразу же к нему на работу, точнее, на хобби. Они там приезжают в какую-то группу, и все там играют, и поэтому конкретно первая музыка, которую я услышала, это был Beatles конкретно, и вот просто Queen тоже. До сих пор люблю просто... О, да, Queen, я забыла про Queen. Вот. Rolling Stones, у меня даже с ними футболка есть. В этом всё вот началось с этого. Федя тут тоже, кажется, хочет рассказать немножко об этом, потому что началось с того, что да... Ну, я, как ранее сказал, я имел обман, но у меня у родителей хорошие вкусы. Мне с детства прививали... В общем, я часто путешествовал с родителями раньше, и постоянно мы слушали там Вивальди и тому подобное в дороге. Да, и это длилось часами. Просто часами. То есть раньше я не понимал, сейчас я более-менее как бы... Смирился. Смирился, да, и мне, в принципе, даже началось это немного нравится, но в основном я тоже слушаю рок. Я иногда слушаю рэп. Русский стараюсь вообще не слушать, потому что это... О, да. От греха подальше. Да-да-да. Вот, но... Нас в школе этому учили, не слушайте русский. От греха. От греха подальше. Нас тоже в школе этому учили. Сейчас вот есть всякие джизусы. Боже, господи. Ну, я не знаю, я из русского, может, максимум что слушаю, это Даня Кашин. О, понеслась. Ну, да. Ну, Кашин более-менее еще адекватный. Наш земляк. Наш земляк. Ну, не знаю, если говорить о музыке, то мне с детства как бы прививали хороший вкус моих родителей. Просто, по мнению, замечательный вкус. У меня началось все с Майкла Джексона. Я тоже начал слушать Майкла Джексона в этом году. Биографию просто знали наизусть. Затем перетекло в Металлику и сидись, а потом в Корн какой-нибудь. Помню эту историю с Майклом Джексоном, потому что моя мама являлась фанатом всего, что с ним связано, и поэтому вот конкретно тоже детство проходило в том, что меня учили биографии многих певцов, конкретно группы Queen тоже рассказывали. Все, просто все. На Богемскую Рапсодию, когда мы ходили в фильм, тоже ходили вместе, в общем-то. Меня звали, но забоялись, что меня не пропустят. Но я не так давно посмотрел Богемскую Рапсодию, прикольный фильм. Я до сих пор не смотрел Богемскую Рапсодию. Сопровождение музыкальное мне нравится просто. Мне вот единственное, что не нравится, что это, конечно, круто, то, что мы узнали про Queen, но почему-то это стало такой мейнстримной штукой. Я все волновалась, что что-нибудь произойдет. У нас остается буквально две минуты. Я хотел сказать про самого, наверное, человека, про которого все забыли. Виктор Цой. О, Господи, как вы могли. Мысли сквозь. Господи. Все просто... Я фильм недавно про него смотрел. Лето. О, да. Мейс Лагерь. Конкретно играла музыка эта. Ну, и у нас остается немного времени. Давайте немножко своих рекомендаций вообще нашим слушателям, может, каких-то советов. Я начну тогда, чтобы было немножко проще, да. Я бы хотела сказать, что нельзя останавливаться, потому что бывают такие надломные моменты. Это даже не то, что лень. Это просто, когда ты психуешь, у тебя ничего не получается. И ты хочешь сжечь все, что было связано с искусством, все свои рисунки, которые когда-то нравились и не нравились. В общем-то, все. Нельзя останавливаться, потому что потом можно... Ну, будешь очень долго об этом сожалеть. Если ходить в какие-то места, Кирвит, это галерея прогресса, потому что там вы наткнетесь на более-менее интересное искусство, на хороших людей, которые знают, чем занимаются и любят то, чем занимаются. Ну, и, в принципе, творите и никогда не бросайте. Хорошо. Прекрасно. Не знаю. Согласен. Слушайте хорошую музыку, старайтесь не слушать русский рэп, носите, что вам нравится и что вам хочется. И, не знаю, занимайтесь творчеством. Это круто. Не бросайте то, что начали. Вот я где-то рисовал, стихотворение писал, у меня на гитаре учился играть, а сейчас что-то забросился. Я пишу стихотворение, но не играю на гитаре, хотя у меня она тоже была. Так, ладно. Ну, подводя итог, можно сказать, что, чтобы понять современное искусство, изучайте его. Попытайтесь его просто понять. Попытайтесь понять современное искусство. Сегодня у нас была тема, конкретно связанная с искусством, с модой, с вещами. Была она очень интересная. Помогали ее, вообще программу сегодня вести, Илья Бушмелев, Федор Рычков. В гостях у нас был Ваня. Можно будет так просто сказать. И я, Софья Занькова. Всем хорошего воскресенья. Всем пока. Детская познавательная программа «Открывашка». Открываем мир вместе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова